Заболеваемость ими не имеет тенденции к снижению, а наоборот характеризуется дальнейшим ростом, зачастую лишая людей нормальной трудоспособности. Сегодня в передаче «Здоровье» мы будем говорить о некоторых заболеваниях системы органов пищеварения. В студии с вами Шахнабад Кулеева. Я приветствую всех телезрителей канала КАСПИ-ТВ. Говорить о сегодняшней тематике мы будем с нашим сегодняшним гостем. Это врач-гастроэнтролог, поликлиники-целитель с 25-летним стажем работы Дерипасова Марина Борисовна. Марина Борисовна, добрый вечер. Добрый вечер. Переходя сразу к тематике нашего разговора, хотелось бы узнать, с какими основными заболеваниями пищеварительной системы вы сталкиваетесь в своей деятельности? Наиболее распространенными заболеваниями являются воспаления желудочно-кишечного тракта. В первую очередь это гастриты, язвенная болезнь 12-перстной кишки и хронические воспаления заболеваний поджелудочной железы, хронические панкреатиты. Давайте поговорим сразу о симптомах. Что должно беспокоить человека, чтобы он обратился к врачу-гастроэнтрологу? Основным симптомом заболеваний желудочно-кишечного тракта является боль. Боль при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, как правило, бывает связана с приемом пищи. Чаще она бывает или сразу после еды возникает, или спустя какое-то время. Как правило, боль сопровождается и жогой, отрыжкой, может быть кислым, может быть воздухом. Часто сопровождается тошнотой, иногда проявляется рвотой, которая, как правило, приносит облегчение. Другим наиболее частым симптомом является нарушение стула. Это могут проявляться в виде задержки стула или наоборот в виде расстройства. Кстати, очень часто это сопровождается урчанием, сдутием, болями в животе. Хотелось бы, чтобы Вы более подробно рассказали нам о том, что такое гастрит. Гастрит – это воспаление желудка, слизистой оболочки желудка. Гастрит в зависимости от причин, которые вызывают это воспаление, бывает в нескольких видах. В основном это повышенная кислотность, пониженная кислотность, нормальная кислотность. И в особую группу сейчас выделяют гастриты, вызванные забросом желчи в желудок. Это рефлюксная болезнь. Вы сейчас назвали нам виды гастрита. Можно немного подробнее рассказать о каждом из них? Да, конечно. Гастрит с повышенной кислотностью – это в основном заболевание… Чаще болеют мужчины, скажем так, чем женщины. В основном болеют мужчины молодого возраста. Проявляется это основным симптомом, является опять-таки боль, которая появляется, как правило, или сразу после приема пищи, минут через 15-20, или спустя час-полтора после приема пищи. Боль эта снимается, как правило, небольшим приемом пищи. Стоит человеку принять немножко покушать, и боль, как правило, проходит. Боль сопровождается и изжогой, отрыжкой кислым. Гастрит же с пониженной кислотностью, наоборот, болевой синдром, как правило, этих людей не беспокоит. Он проявляется диспепсическими нарушениями, такими, как отрыжка воздухом, нарушение стула, как правило, это жидкий стул, рвота присутствует. Больные, как правило, худеют, у них происходит нарушение всасывания и витаминов, различных витаминов, микроэлементов. Поэтому другим симптомом является слабость, похудание, апатия, попадает интерес к жизни, нарушается пищеварение. Гастрит с пониженной кислотностью, как правило, бывает у людей пожилого и зрелого возраста. В особую группу относятся, как я сказала, они сейчас наиболее распространенные, 5-10% населения страдают рефлюкс-гастритами. Причина этого гастрита является не изменение кислотности, а причиной этого заболевания является заброс желчи в желудок и из желудка в пищевод. Этот вид гастрита проявляется, как правило, первым симптомом являются жгучие, пекущие боли в эпигастральной области, сопровождающиеся, как правило, горечью во рту. Как правило, они еще возникают после приема жирной, жареной, острой пищи. Мы также знаем о способах передачи, это возможный путь бытовой. Так ли это на самом деле, что из рук в руки может даже передаться? Но это не совсем так. Раньше основной причиной развития гастрита считалось нарушение питания, переедание, злоупотребление острой жирной пищи. Но в 1984 году, как гром среди ясного неба, два американских ученых, гастроэнтеролог и патологоанатом всему миру объявили о том, что 80-90% заболеваний желудка вызывает хеликобактерная инфекция, кампилобактерия. Она имеет такую спиралевидную форму, очень обладает способностью проникать под слизистую желудка и вызывать воспалительный процесс. Хеликобактерная инфекция, как правило, может передаваться, да, один из путей ее, это воздушно-капельный путь через предметы обихода, но это не основная причина, для этого еще должны произойти определенные моменты, такие как снижение иммунитета у человека, как правило, которое возникает после перенесенного заболевания, после нервного стресса, которое является пусковым механизмом приживания этой бактерии в желудке. Поэтому если вы общаетесь с человеком, кто инфицирован хеликобактер, это не значит, что вы тоже заразитесь этой хеликобактерной инфекцией. Возникли у человека вот эти боли, симптомы, соответствующие гастриту, что делать дальше, к кому обращаться и какую диагностику нужно провести? В первую очередь, если вас беспокоят боли в желудке, как я повторяла, и сжога, и другие проявления, в первую очередь вы должны обратиться или к участковому терапевту, или к гастрометерологу, который проведет соответствующие методы, назначен им соответствующие методы обследования. Золотым стандартом диагностики всех заболеваний желудка является фиброгастродуаденоскопия, которая позволяет не только определить степень воспаления, наличие воспаления в определенном участке желудка, кишечника, 12-перстной кишки, но и при необходимости, если у больного обнаружена эрозия, язва или, не дай бог, какие-то полипы, другие образования, то возможность взять и биопсию. А вот само лечение, как оно будет протекать, если уже установлен диагноз поставлен гастрит? Первым и самым необходимым в лечении всех гастритов и язвы является соблюдение диеты. В первую очередь нужно поменять свой образ жизни. Питание должно быть дробным, небольшими порциями. Желательно, чтобы еда была в теплом виде, не горячая, не холодная, чтобы не раздражала слизистую желудка. В обед, по возможности, нужно употреблять жидкое, суп. При заболеваниях желудка, борщи, все, что связано с томатом, нежелательно, потому что это будет опять очередным фактором раздражения. Стоит исключить из рациона жирное, жареное, острое. Старайтесь по возможности употреблять пищу в вареном виде. Если вам выставили диагноз рефлюкс-гастрит, то старайтесь после еды в течение час-полтора не ложиться, потому что если вы легли в горизонтальном положении, заброс желчи в желудок усиливается. Если вы страдаете ожирением, то по возможности нужно сбросить лишний вес, потому что ожирение это один из факторов развития рефлюксной болезни. Курение, алкоголь также могут способствовать развитию гастрита, поэтому по возможности нужно отказаться от курения, от употребления алкоголя. То есть наши вредные привычки тоже очень влияют. Вот мы говорим о правильном питании, правильной диете, но зачастую, находясь на работе или даже подростки, находясь в школе, мы не соблюдаем этот режим. То есть это перекусы какие-то, как быть в таких случаях. Беда в сухомятку. Надо как-то стараться изменить образ жизни. Стараться кушать первое в обед обязательно. Кушать жидкое, кушать понемножку, но часто не так, что вы целый день не кушаете, вечером пришли, наелись и на диван. Да. И вы отдыхаете, а ваши органы пищеварения не отдыхают. Им приходится, наоборот, работать с усиленной нагрузкой. Мы знаем также, что гастрит может привести к язве желудка. Давайте немного поговорим мы об этом заболевании. Что это такое? Язвенная болезнь в последнее время все более и более получает свое распространение. Где-то 5-10% населения страдает язвой желудка или 12-перстной кишки. К сожалению, городское население страдает язвой гораздо чаще, чем сельская. Это, наверное, связано с нашим образом жизни, с частыми стрессами, с загрязненностью окружающей среды, с нерегулярным питанием. Мужчины в 2, в 3, в 4 раза чаще болеют язвой, чем женщины. Язвы 12-перстной кишки чаще страдают люди молодого возраста, от 25 до 40 лет. Как правило, они сопровождаются повышенной кислотностью. Есть еще язвы желудка. Ими, или называют, иначе называют старческие язвы. Ими страдают лица пожилого, зрелого возраста. Если язвы 12-перстной кишки вызваны повышенным образованием соляной кислоты, желудочного сока, то старческие или возрастные язвы, наоборот, вызваны сопутствующими заболеваниями, атеросклерозом, которые сопровождаются нарушением питания. Также мы знаем, что симптомы язвенной болезни зависят от места расположения язвы. Вот немного об этом. Расскажите, пожалуйста. Да. Язва может встречаться в различных отделах желудка. В верхней части желудка, по малой кривизне, в пилорическом отделе желудка и в 12-перстной кишке. В зависимости от того, где располагается язва, клиника немножко отличается. Язвы желудка, располагающиеся в верхних отделах, как правило, проявляются болью, которая появляется в эпигастральной области спустя 15-20 минут после еды. Боль эта сопровождается отрыжкой, кислым, изжогой. Снимается небольшим приемом пищи. Язвы, которые располагаются в 12-перстной кишке, они характеризуются также болевым синдромом, но боль проявляется спустя 1,5-2 часа после еды. Чаще это бывают голодные, ночные боли. Они также сопровождаются изжогой, отрыжкой, но боли эти более интенсивные. Вот первую помощь, какую может оказать себе человек, если ночные голодные боли, что лучше всего сделать? Самым первым нужно постараться покушать, что-то съесть. Только это должно быть в вареном, в тушеном виде, в теплом, чтобы не раздражать лишний раз слизистую желудка. Очень хороший эффект оказывает прием минеральной воды. Ессентуки-4, Ессентуки-2. Мы также знаем, что язвенная болезнь, конечно, характеризуется и своими осложнениями. Что в данном случае произойдет? Наиболее грозным осложнением язвенной болезни является кровотечение. Кровотечение может быть обильным, массивным и протекать в виде рвоты. Но может, если незначительное кровотечение, оно может проявляться в виде черного стула. Милена, дегтеобразный стул. Редко бывает, что вообще никак не проявляется. И если кровотечение можно выявить только при сдаче кала на скрытую кровь. Другим грозным осложнением язвенной болезни является прободение. Проводение язвы проявляется острой кинжальной болью в этой гастральной области, сопровождающейся повышенным потоотделением, слабостью, головокружением, вплоть до потери сознания. Если у вас проявился один из этих симптомов, затягивать не нужно. Нужно немедленно вызывать скорую помощь, чтобы решать вопрос о дальнейшей тактике лечения, госпитализации больного. Другим грозным осложнением язвенной болезни является аденокарцинома желудка. Это перерождение язвы в рак. Язва в рак. Поэтому, если вам выставили диагноз язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки, один-два раза в год вы должны проходить плановое обследование в поликлинике с применением метода фиброгастродоаденоскопии, который позволит не только посмотреть, зарубцевалась ваша язва или нет, в какой стадии рубцевания она находится, но и предотвратить вот такое грозное осложнение, как аденокарцинома на ранних стадиях. А в дальнейшем аденокарцинома можно ли, она операбельна бывает, какое-то лечение она подлежит? Чем раньше вам выставлен диагноз аденокарциномы, на ранних стадиях, тем больше процент, что вы излечитесь от этого заболевания. Вот как же нам поступать, какая-то профилактика? Вот вы говорите, что нужно делать обследование один раз в два года. Вот кроме обследования, имеется ли еще что-нибудь, что можете посоветовать нашим телезрителям? Ну, в первую очередь, вести правильный образ жизни. Питание не злоупотреблять жирным, острым, жареным, стараться долго не находиться в наклоненном положении, исключить такие факторы, как курение, алкоголь. То есть должны также вести активный образ жизни? Активный образ жизни, да. Вести активный образ жизни. К сожалению, если вам по какому-то другому заболеванию назначены препараты, которые обладают токсичным, вредным воздействием на слизистую желудка, нужно обязательно и параллельно принимать препараты для желудка. Марина Борисовна, на завершении нашей передачи хотелось бы услышать ваши пожелания, адресованные нашим телезрителям. В заключении хотелось бы вам пожелать телезрителям вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, не заниматься самолечением. И если у вас появился один из всех вышеперечисленных симптомов, обращайтесь в клинику «Целитель», где мы вас с удовольствием примем, при необходимости назначим все необходимое лечение. Спасибо вам, Марина Борисовна, что вы пришли к нам на передачу. Я надеюсь, что советы нашего врача будут услышаны нашими телезрителями. Увидимся ровно через неделю. До скорых встреч. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин